всем привет с вами Эльдар Муртазин поговорим в роликах в целом наборе роликов о том что происходит на рынке сегодня я хочу поговорить про бренды которые выиграют и проиграют на примере смартфонов того что происходит сегодня от падения курса рубля вне зависимости от того каким он будет и предпосылки достаточно простые на я перечислю основные бренды мы поговорим про каждой из них подробно в деталях начну я наверное с того что чтобы вы понимали вообще логику рассуждений покупательная способность каждого из нас она практически не изменилась а уменьшилась растут цены на продукты питания растут цены на одежду бензин вот остается ровно таким же но техобслуживание машин и так далее то есть с точки зрения покупательной способности нашей с вами все не так уж и хорошо она сократилась если посмотреть на товары которые заводятся из-за рубежа электроника это один из таких товаров на наверное на 95 процентов крайне небольшое число товаров в области электроники производится внутри страны так вот электронику заменить внутри страны сегодня нечем мы не производим электронику это изменится ближайшие 10-15 лет я в этом уверен но сегодня это так поэтому электронику нам продают за полновесные доллары юани евро да за что угодно но не за рубли рубль всегда конвертируется при падении курса рубля неважно насколько на 15 30 100 процентов нам становится сразу автоматически недоступна дорогая техника например если iphone стоил раньше 100 тысяч рублей сегодня те заградительные цены которые ставят розничные магазины ну вот разница в цене от 30 до 100 процентов то есть модель за 100000 например iphone 13 про в базовой комплектации он стоил 100000 сегодня его можно найти за за 130 уже не найдете но в среднем 130 145 150 170 тысяч встречаются цены 200 я не видел но на авито если поискать возможно мы что-то найдем про авито и другие барахолки поговорим в отдельном ролике то есть по сути это заградительная цена потому что товар сегодня не поставляется в россии его мало на полках можно взять некую сверх цену но в любом случае курс устаканится все вернется в норму поставки начнутся неважно официальные или это будет параллельный импорт важно то что айфоны появятся в россии и вот здесь мы говорим о том что сегмент премиум аппаратов люксовых айфон люксовый аппарат по сути был еще до этого кризиса он резко сократится потому что большая часть людей не сможет их покупать в стране есть примерно пол процента один процент тех кто готов покупать за любые деньги то есть вот не важно сколько будет стоить телефон 100 200 300 500 тысяч эти люди будут готовы его купить и материально и морально что тоже немаловажно потому что даже люди с деньгами зачастую морально не готовы платить выше какой-то суммы и когда айфоны стали стоить 100 тысяч и выше многие стали покупать модели попроще то есть не про модели а например iphone 13 на или iphone 12 обычный не про потому что дешевле потому что морально не готов заплатить больше 100 тысяч за телефон кажется что это дорого и это не просто кажется это действительно дорого так вот сегодня у нас меняется доля дорогих аппаратов а условно дорогими аппаратами считаются аппараты выше 60 тысяч рублей на рынке они представлены фактически двумя компаниями две компании эта компания apple которая доминирует в этом сегменте 60 процентов продаж этого сегмента это айфоны 35 процентов приходится на samsung это различные флагманы galaxy гибкие негибкие и оставшиеся пять процентов вообще на всех на всех китайцев на всех кто производит то есть незначительная доля на андроиде если вот брать отдельно android samsung занимает там 90 с чем-то процентов в сегменте выше 60 тысяч рублей то есть по сути в премиум сегменте у нас есть два игрока это apple это samsung я говорил в отдельном ролике две недели назад о том что у нас рассрочки и кредиты пропали кредит стоимостью в 30 процентов и выше годовых это очень дорогое удовольствие рассрочки которые оплачивали производители они исчезли и сегодня мы получаем очень простую историю примерно 70 процентов айфонов продавались в кредит в россии у samsung для дорогих моделей процент чуть ниже но он сравним и вот эти люди которые не могли зачастую себя кто-то мог кто-то нет но в большинстве своем не могли себе позволить такой дорогой аппарат они брали рассрочку на два на три года сегодня они не могут взять эту рассрочку под ноль процентов и получается что если аппарат стоит например 150 тысяч то за год взяв кредит на него вы должны заплатить 50000 рублей примерно грубо говоря это очень много согласитесь это фактически стоимость модели среднего сегмента и вот тут возникает некий дисбаланс когда apple который имеет исключительно дорогие модели в своем портфолио не сможет их продавать в россии так же как раньше на момент кризиса на начало февраля доля apple в штучных продажах было 16 процентов в россии для сравнения у самсунга 35 процентов вот эти 16 процентов быстро сократятся до 2 3 процентов от силы причем продаваться будут старые модели продаваться будут самые недорогие модели а такие аппараты как про про макс для большинства людей станут недоступной роскошью это кризис в этом нет ничего плохого просто рынок меняется меняются наши предпочтения меняется то как мы выбираем технику мы выбираем ее надолго но даже выбирая надолго и считая что apple прослужит много-много лет ограничением становится цена 100000 был вот цена 100000 было водоразделом для многих цена 150 тысяч и выше остановит практически всех от покупки таких товаров исходя из этого сегодня эти две компании теряют рынок в премиум сегменте просто потому что люди не готовы покупать до небольшая масса будет покупать но остальные откажутся от таких продуктов идут мы приходим к тому что samsung оказывается в неком преимущественном положении потому что линейка широкая от самых недорогих до самых дорогих аппаратов например вот galaxy fall 3 самый дорогой аппарат в линейке от samsung и человеку есть из чего выбрать он может выбрать бюджетные аппараты но они не такие интересные по соотношению цена-качество samsung выигрывает за счет таких моделей как а 33 а 53 а 73 и вот сегодня флагман ну и фан эдишн конечно нужно вспомнить сегодня таким массовым флагманом для рынка становится и это бестселлер там а 51 а 52 сейчас это будет а 53 модель которая будет стоить 50 60 тысяч рублей на этом что 50 вот колебаться сейчас кстати говоря 52 продают за 48 49 тысяч рублей это тоже заградительная цена когда все это нормализуется примерно в апреле я думаю что цены откатятся а 52 будет стоить около 40 тысяч а 53 около 50 тысяч ну все возможно я опять-таки говорю сейчас прогнозировать это практически невозможно я исхожу из того что курс упадет до 85 95 рублей за доллар считайте меня оптимистом или осведомленным пессимистом как угодно так вот у samsung за счет того что линейка широкая у них есть из чего выбирать плюс это бренд который котируется на рынке 35 процентов продаж штучных 37 в деньгах этот бренд будет востребован и вот тут начинается борьба они отъедают кусочек того что было у apple многие те кто пользовался айфонами посмотрит на samsung не будут покупать китайцев и с другой стороны у нас есть китайцы целые выводы компании которые будут на рынке пытаться что-то сделать первая компания про которую хочется поговорить коротко это xiaomi xiaomi отличается тем что в конце 21 года они боролись за рыночную долю в россии они пытались обогнать samsung они надорвались в этом но сегодня xiaomi не тут что был 5-10 лет назад чем был xiaomi тогда хорошее соотношение цена-качество все то же самое как у больших ребят за меньшие деньги и то как воспринимали компанию действительно это такая объективно резонная покупка когда вам не нужно возможно что-то но при этом вы хотите получить хорошего качества продукт сегодня качество уже не то зачастую она колеблется очень сильно но самое главное что вот это соотношение цена-качество для xiaomi улетела в небеса их продукты подорожали они стали дорогими и вне дисконта вне распродаж вне кредитов покупать xiaomi да не наработали некую базу лояльную но покупать вне этого эти продукты бессмысленно есть другие китайцы которые их будут теснить и взлет в двадцать первом году произошел из-за ухода huawei honor потому что санкции потому что не давали производить и прочее honor возвращается на рынок они активно и агрессивно растут отнимают продажи xiaomi в первую очередь и здесь ничего не изменится и honor будет отнимать свою долю безусловно неважно они не станут лидерами рынка но xiaomi они откусит кусочек сейчас выигрывают те компании которые делают ставку на то что делал когда-то xiaomi для xiaomi российский рынок конечно важен но это не самый важный рынок важен рынок китая в первую очередь для компаний где они не лидер и вот здесь возникает история что на рынке китая компания realme отъедает опа вива отъедают у них долю отъедают за счет того что воспринимаются лучше на родном рынке ареал не вообще попадает сегодня вот в эту категорию соотношение цена качество потому что их стратегия это стратегия старого xiaomi и минимальная цена за продукты продукты неплохие по качеству соотношение характеристик и цены вообще идеально и самое главное у них есть некое человеческое лицо они пытаются очеловечить свой продукт маскот реал не очень прикольные и у меня у меня он есть стоит дома на рабочем столе но одним словом такая симпатя симпатяшка котик такой ну и вот подобные вещи они конечно раскрашивают жизнь совершенно в другие цвета и я думаю что реалами он уже рос в двадцать первом году очень неплохо в россии они доросли практически до 5 процентов штучного выражения российского рынка сейчас они будут расти еще больше как только начнутся поставки xiaomi будет эти поставки отдавать в пользу реалми в пользу онора то есть потихоньку их будут растаскивать поэтому мы кстати говоря в телеграм-канале провели опрос да какие бренды выиграют какие проиграют и вот xiaomi он был такой пополам кто-то посчитал что он проиграет кто-то посчитал что выиграет но я думаю что про играет опа viva из биби кей корпорейшн также как реал не все они дети одного гнезда опа viva опа слишком дорогой viva не такой дорогой но на фоне реал не зачем они нужны реалми их выносит на раз два три технологии одни и те же софт один и тот же фактически поэтому да эти ребята они в непреимущественном положении осталось вспомнить про huawei который сегодня независим который под санкциями но тем не менее выпускает на harmony с свои планшеты выпускает свои смартфоны и в конце февраля начале марта мы видели просто неимоверный взлет продаж все что было от huawei за достаточно большие деньги было продано моментально то что люди беспокоились а что будет если google вдруг отключит android что будет если айфоны превратятся в кирпичи они хотели оставаться на связи и не терять в том какими приложениями пользоваться как пользоваться и так далее и здесь мы можем сказать очень простую штуку она на самом деле просто huawei сегодня темная лошадка мы не знаем смогут ли они нарастить свои поставки в россию это неизвестно у них есть ограничения по количеству того что они могут покупать если смогут то они могут захватить большую долю рынка у них все будет хорошо но что-то мне подсказывает что кампания huawei скорее всего не сможет воспользоваться именно в смартфонах в инфраструктуре они это сделают воспользоваться этим моментом и поставлять больше и больше другие игроки их немного но они тоже все кто может поставлять они тоже будут выигрывать на этом рынке это преимущественно китайские компании поэтому говоря про рынок 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 перераспределиться премиум сегмент резко сократится основные продажи будут сегменте до 50 до 60 тысяч рублей это основной сегмент конечно здесь есть два геройских наверное ценовых рубежа рубеж около 25 30 тысяч рублей и рубеж около 50 тысяч рублей вот кто будет вписываться в эти цены будет победителем и таких компаний много samsung realme другие одним словом рынок поменяется до неузнаваемости для того чтобы знать что происходит с рынком оставаться на связи подпишитесь пожалуйста на наш телеграм-канал mobile review ком одно слово слитно и вы будете в курсе всех новостей которые происходят за последние две недели на нас подписалось 7000 человек всего нас там 17000 это очень неплохо люди хотят получать практические советы хотят знать что происходит на рынке как происходит я думаю что это полезно для нас всех спасибо вам удачи смотрите другие ролики про этот кризис там обсуждаем совершенно разные темы вторичный рынок что на рынке происходит будьте в курсе событий не позволяйте собой манипулировать удачи и хорошего настроения пока